Когда покупатель говорит, как вкусно, тогда овощи продаются. 15 сортов помидоров, 6 сортов сладкого перца, баклажаны, цукини, арбузы, дыни, ягоды и десятки разновидностей зелени. Брэд Гросгал с гордостью показывает свою фирму на юге штата Мэриленд. Ему 58. Последние 22 года он выращивает органическую продукцию. А это значит, что на 42 гектарах используют только народные методы. Вот классический вредитель, против которого обычные фермеры просто использовали бы химию. Мы так не делаем. Мы просто их давим. Немного противно. Все химические удобрения, синтетические пестициды или генетически модифицированные сорта на этой ферме запрещены. Работы здесь гораздо больше, поэтому и продукция дороже в среднем на 20, а то и 100 процентов. Зато вкус как с бабушкиной грядки. В супермаркетах все должно быть одинаковое. Но на вкус все это гораздо лучше, чем те картонные овощи в магазинах. Мне не важно, как что выглядит. Я забочусь о вкусе. И когда мои покупатели пробуют это и говорят «Вау!», они становятся постоянными клиентами. Сертифицируют органическую продукцию инспекторы Министерства сельского хозяйства США. Ежегодно они должны проверять, придерживаются ли аграрии всех норм. Эта проверка стоит фермерам несколько сотен долларов. Стандартизированные правила для отрасли существуют уже 20 лет. Стандарты разрабатывает Министерство сельского хозяйства США, а утверждает и сертифицирует другие организации, которые проверяют фермы. Ни один стандарт не разрабатывают или не меняют без участия общественности, чтобы каждый покупатель, который выбирает органическое, понимал, что это значит. Американские стандарты органической продукции схожи с европейскими. Ключевое отличие – в Евросоюзе разрешены антибиотики во время выращивания скота, а в США нет. Однако, благодаря чётким требованиям и стандартам, выйти на американский органический рынок могут производители продуктов со всего мира, в частности и фермеры из СНГ. К примеру, есть компании, у которых есть разрешение сертифицировать продукцию органических ферм в Украине. Если украинский фермер хочет получить сертификацию по американским стандартам, он должен связаться с компанией, которая имеет право работать в Украине. Они будут вынуждены придерживаться тех же стандартов, что и все. Поэтому наклейка USDA Organic – это золотой стандарт для всего мира. Чтобы соответствовать американским органическим стандартам, приходится немало потрудиться. Брэд говорит, летом он работает 90 часов в неделю, зимой всего 70. Это работа в поле или в теплице, составление большого количества отчётов для инспекторов и работа с покупателями. Ведь продукцию Брэд самостоятельно продаёт на субботнем рынке в Вашингтоне уже 12 лет. Большинство клиентов он знает по именам, ведь они покупают у него продукты годами. Мы ищем пищу без пестицидов, без этого воскового слоя, который часто бывает в супермаркетах. Мы заботимся о здоровье наших детей. Мы не хотим, чтобы они принимали пестициды. В дополнение к тому, что они получают из окружающей среды, особенно в городе. В студенческие годы Брэд работал шеф-поваром, поэтому может посоветовать покупателям, как лучше приготовить овощи. А недавно выпустил книгу рецептов. По образованию Брэд-агрономы просто решил применить теорию на практике. Землю купил в кредит, который выплатил после 16 лет тяжёлой работы. Одна из причин, почему мы сертифицированы органическое хозяйство, это то, что когда мы с женой учились в университете, мы имели дело с очень сильными химикатами в лаборатории. Поэтому мы делаем это в основном ради собственной безопасности и безопасности наших покупателей. Однако, говорит Брэд, самое сложное – это не собирать на коленях под палящим солнцем десятки килограммов помидоров, а находить сознательных покупателей, которые заботятся о вкусе и качестве пищи. Ведь всё больше людей думают только об удобстве и заказывают всю свою еду онлайн. Из Мариланда Мария Прус, Дмитрий Савчук. Настоящее время. Америка.